Говорят, что свои самые счастливые дни мы проживаем, не заметив. Так вот, я, не заметив, прожила почти год. И за этот год я успела исполнить, наверное, из десяток своих невозможных и несбыточных мечт. Я, наконец-то, обрела самостоятельность. 26 лет, да. Я стала жить одна и поняла, что я могу решить абсолютно все свои проблемы и даже немножечко чужих. Но, что ещё круче, я научилась себе проблемы не создавать. В моей жизни как-то, само собой, остались только те люди, которые действительно на моей стороне, которые действительно меня понимают. Многие из тех, кого я считала близкими, сошлись с дистанции, но потом выяснилось, что близкими они были только номинально, а по факту чужими. И таких людей, к сожалению, было не один и не два. Я желаю каждому, кто посмотрит это видео, иметь в своём окружении только тех людей, которые действительно на вашей стороне. Которые вас действительно любят, а не только говорят, что любят. А на самом деле им просто с вами удобно. А как только становится неудобно, то вам на голову тут же начнёт литься дерьмо. Я желаю вам тоже избавиться от таких людей, потому что, расставаясь с ними, мы вообще ничего не теряем. Мы только приобретаем десятки раз больше, начиная от огромного количества освободившегося времени до смелости принимать решения и смелости делать то, что действительно хотим именно мы. Принимать важные решения, основываясь в первую очередь на своих интересах. Потому что, помните, вы, наверное, уже тысячу миллионов раз это слышали, но мы приходим в эту жизнь одни и уходим из неё одни. И всё, что у нас есть, по сути, это вот только наша жизнь и только ею мы в состоянии и вправе распоряжаться. Только мы, а не кто-либо ещё другой за нас. Нам нужно больше эгоизма, ребята. Это путь к счастью. Я столько многое себе позволила с тех пор, и я даже не до конца ещё верю, что я всё это сделала. А сколько я ещё сделаю? И я не имею в виду что-то плохое, запретное или компрометирующее. Нет, абсолютно. Например, я две татуировки за год сделала, две. И я считаю их суперохранительными, и они сделали меня очень счастливой. Хотя, по сути, это такая мелочь, всего лишь рисунки на теле. Но я мечтала о них с 16 лет. Но в силу некоторых факторов я не могла себе их сделать, чтобы не усложнять себе жизнь. Ту предыдущую. За это время я побывала в десятках новых мест, в нескольких новых странах. И я, наконец-то, объехала всю Россию. До самой Камчатки добралась. И это было невероятно выматывающе и достаточно сложно, но просто немыслимо прекрасно. Теперь могу сказать, что я знаю свою страну. Она просто невероятно разная в каждом её уголке. Я видела людей везде. Я знаю людей везде. И я теперь даже могу сказать, в какой части России как друг от друга люди отличаются. Люди везде разные. И иногда они меня удивляли. Иногда я видела совершенно не то, что я ожидала. И наша страна, она такая огромная и такая разная. Настолько разная, что впечатления от неё неоднозначные. Вообще максимально непонятные. Но именно это и делает её уникальной. Я вообще почти не находилась дома. И конкретно в Москве это время. Потому что мне хотелось и сейчас хочется разнообразия. Где я всё время была где-то. И вообще в этом я вижу прелесть жизни, в её разнообразии. Например, сегодня ты принцесса, завтра ты баба с яйцами, сегодня ты жрёшь устрицы, завтра ты бомжуешь в Лос-Анджелесе. Я побывала в Лос-Анджелесе. Я прожила там целый месяц. И да, меня, конечно, жизнь там помотала. Но всё равно я, наверное, даже ни на секунду не усомнилась, что это мой город, что это тоже моё место на земле. Вообще я побывала достаточно много где, в разных всяких странах. Но именно вот это чувство комфорта и чувство уместности, своей уместности в конкретном городе я испытывала только два раза. Это в Лос-Анджелесе и в Берлине. Кстати, сейчас я живу в Берлине в квартире с одной невероятной барышней-хиппией, которая выносит мне мозг. В хорошем смысле этого слова она заставляет меня по-другому взглянуть на очень многие вещи. И в этом же, кстати, и ценность общения с другими людьми в путешествиях. Потому что люди, когда ты общаешься с людьми с разной культурой, разного мировоззрения, они дают тебе настолько много информации, настолько много историй, которые ты должна переварить и что-то для себя понять, решить. Ходить и смотреть достопримечательности — это не путешествие и не опыт. И только общением с людьми достигается именно та полнота впечатлений. Вообще, за время моих скитаний я встретила столько удивительных людей. И с некоторыми из них мне было достаточно сложно найти общий язык из-за просто полярного воспитания, из-за того, что мы выросли в разном достатке, в разных культурах. Но всё равно тем ценнее было общение с ними. С кем-то мы оказались просто максимально похожи. Хотя, опять же, совершенно из разных миров как будто бы мы с ними были. И мне кажется, что вот все эти места, в которых я побывала, все эти люди, которых я встретила, все те передряги, с которых я выпутала, все те события, которые я прожила, именно они сделали меня тем человеком, которым я хотела быть, которым я всегда хотела быть, но почему-то раньше не была. Но теперь вот я сейчас максимально в гармонии с собой живу, я себя ощущаю тем человеком, которым я должна быть. Именно все эти события дали мне смелость показывать себя именно такой, какая я есть, не пытаться казаться другой или лучше, или хуже. Просто дали мне смелость говорить открыто о своих желаниях, о том, что мне действительно нравится или не нравится. В общем, это видео немного об эгоизме, потому что если бы не мой эгоизм, моя жизнь была бы точно такой же скучной, как она была раньше, многие годы до этого. Кому-то она оказалась идеальной со стороны, но не мне, это была не моя жизнь, и я все-таки не побоялась, перевернусь все с ног на голову, и я еще ни разу об этом не пожалела. Это была не моя жизнь, точнее, не моя идеальная жизнь. И даже не то, что не идеальная, а просто не моя жизнь это была. Так что, если вы досмотрели видео до этого момента, и, возможно, вы ждете какого-то знака, чтобы что-либо поменять в своей жизни, особенно это символично в преддверии Нового Года, вот он этот знак. Никогда не бойтесь поменять свою жизнь. Да, я знаю, насколько это страшно. Я знаю, как страшна неопределенность, и как страшно, может быть, все поменять, шагнуть, можно сказать, в никуда, и когда непонятно, что вообще тебе дальше делать, если твою жизнь сейчас, ты просто отказываешься от нее, и тебе нужно как-то строить новую. Мне вообще очень многое всегда страшно, но обычно это именно то, что и нужно сделать, чтобы что-то поменять, чтобы твоя жизнь стала другой, такой, как именно ты хочешь. Даже несмотря на то, что если ваша жизнь идеальная в глазах общества, если она вас не устраивает, если вы попросту чувствуете себя несчастными, не бойтесь все поменять. Потому что, как пелось песенки про капитана, только смелым покоряются моря. Улыбочку, Сонечка, давай поддержим девочку! Я тебя держу, все под контролем, просто не смотри вниз. Сделай все, что я тебе и говорю. Слышишь меня? Да. Давай. Не смотри вниз. Не смотри. Уходим на самый край, давай. Еще немного. Еще есть блок. Отлично. Смотрим прямо в горизонт, ручки в стороны. Глубокий вдох, выезд, Сонечка. И 5, 4, 3, 2, 1, давай! Смотрим. 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 Субтитры делал DimaTorzok